Я безразлично отношусь к шубам, особой красотой такая одежда не блещет, а геморрою с ней целая куча, ее где-то надо сушить, ухаживать, хранить летом, короче все это не для аналогабаритки. Но у тупых пест есть некий образ Парижа, и настоящей парижанки, непременно в мехах. Дело в том что в Париже очень мягкий климат с очень теплыми зимами, да и в Лондоне тоже, и практически в любом европейском городе обильный снегопад полностью парализует город, к которому он не готов. Хотя и для наших коммунальщиков зима в декабре всегда наступает неожиданно. А в европейских домах не стоят даже двойные стекла. У нас три стекла, двойной стеклопакет уже стал стандартом де-факто. А два стекла всегда им были, помните в книжках про старину часто можно встретить что по весне выставили окна, как раз вот вторую раму убирали когда потеплеет. Так что в теплой Франции действительно зимой можно ходить в шубке и туфлях на шпильке без чулок на босу ногу, и комфортно себя чувствовать. Но мечта о Париже живет. Поэтому наши снежные дуры из кожи вон лезут чтобы эту самую шубу получить. Спрос рождает предложения, и цены на меховые изделия с каждым годом все выше и выше. Всего это напоминает еще одно страстное желание любой тупой пизды. Помпезную свадьбу, как у юной принцессы, собирающейся стать королевой. Оголтелый спрос рождает такие же оголтелые цены, что в свадебных салонах, что в меховых. И даже компромиссы есть, шубы в кредит. Ну или хотя бы из кусочков. Пусть из кусочков, пусть в кредит, но шуба. Хотя в нашем климате повторюсь, дубленка будет теплее и уж точно практичнее, а если шубу, то уж тогда волчью. Но да не в этом суть. Что шубы, что дубленки делают понятное дело из животных. Десятки тушек гибнут, чтобы попасть на плечи очередной тупой пизде. И поэтому ближе к зимнему сезону ленты начинают пестрить вот такими не менее тупопезными картинками невинно убиенных зайчиков, норок и лисичек. И что? Какое это у меня должно вызвать чувство? Все эти зайчики и лисички не в лесах вольно бегают. Пушных зверей разводят в хозяйстве, то есть на фермах. Эти животные родились потому, что на их мех есть спрос, и будут убиты по той же причине. Не будет спроса на шубы, не будет убийства. Но ключевое слово тут не убийство, а как раз наоборот, рождение. Не будет спроса на шубы, значит не будут нужны животные, и они просто не родятся. Ну представим на секунду, что вы владелец птицефабрики, и тут внезапно в городе который вы обслуживаете все стали законченными веганами. Мертвых куриц никто больше не покупает. Фабрику вы скорее всего закроете, либо же переоборудуете на производство подушек или выращивание сена для веганов, если не хотите банкротства. Точно так же и с мехом. Будет спрос на мех, животных не будет, так как их убьют. Не будет спроса на мех, животных все равно не будет, так как их просто никто не станет разводить. Но чтобы это понять, надо иметь хоть долю здравого смысла и хоть какие-то знания, которыми тупые пезды не обладают по определению. То есть получается, что можно купить шубу из любви к животным, в этом случае зверь поживет и будет убит. Можно не покупать шубу, все из той же любви к животным, в этом случае зверь даже не появится на свет. Но в конечном счете на общее количество выживших животных тупые пезды не влияют никак. Хоть ты носи мех, хоть не носи.